Вечер добрый. Гости появились в студии. Олег Лешко, экс-мэр Луганска. Алексей Данилов. Вы знаете, я вот с этого месседжа, который только что прозвучал и хотел начать разговор с вами. Вот господин Захарченко сказал слова, которых, я думаю, многие возмутили. Вот благодаря этим псевдовыборам нашу землю вернут без боя, нас признают. А действительно для этого есть основания, Олег? Я хочу сказать, что сегодняшние так званые выборы на Донеччині, на Луганщині, на частинной территории, окупованных российскими оккупантами, прежде всего, засвідчили мертвонародженість Минского протоколу. Мы вчергово переконали, что жодные обещанки, которые дает Россия, не вартуют паперу, на котором они подписаны. Адже, соответственно, до Минского протоколу, от 5 вересня 2014 года, выборы должны происходить вимог чинного украинского законодательства. Я наголошую, на выполнение этого Минского протокола, Верховная Рада приняла закон о особенности местного урядувания. И выборы местного украинства были призначены на 7 грудня 2014 года. Я, единственный депутат Верховной Ради, который из трибуны в очи президента, потому что было закрыто заседание, сказал, что когда вы, Петро Лисич, говорите, что вы принесли нам мир, вы мне напоминаете британского премьера Чемберлена, который после Мюнхенской конференции с Гитлером вернулся домой и сказал, что принесли мир. А что он не ответил вам? Ничего не ответил, он промовчал. Сегодня нам ответили террористы. Они наплювали, раздобали Минский протокол, они раздобали закон про особливый статус Донбасса. Я вважаю, что после сегодняшних выборов этот закон мае быть негайно скасованный, адже это доказ того, что он не действует. Потому что все, что пропонировалось всем законом террористам, они не принимают. Они ведут свою игру. Сегодняшние выборы на Донбассе показывают одну очень простую речь. Россию можно остановить только силой. Наша слабость провокирует на агрессию. Наша сила агрессора остановит. Поэтому выход из ситуации один. Будет мощную армию, озборвать себя и быть готовыми защищать страну. Алексей Данилов, экс-мэр Луганска. Я помню, вы были самым молодым мэром, правильно? Было ли. Скажите, ну вот вы же явно говорили с теми, кто сейчас живет в Луганске. Как вам сейчас эта ситуация? Что люди рассказывают? И как вам сейчас то, что в городе происходит? Я говорю с Луганском фактически каждый божий день. Я могу сказать, что наши политики немножко упрощают ситуацию, когда говорят, что проблема в Путине, проблема в террористах. На самом деле Луганщину начали и Донецкий край уничтожать, начиная с 1994 года. Первая стратегическая ошибка – закрытие шахт на Донбассе. Это было принято в 1994 году. Это было тотальное уничтожение угольной отрасли. После чего мы вынуждены были колоссальное количество людей оставить за бортом, за работой. У нас Амирнова есть очень хороший роман «Хибара уть валы, як я слабо». То состояние, в которое в последние 20 лет власть водила на Донбассе, мы не знаем сегодня. Остается только Донбасса. Еще раз повторяю, что мы упрощаем ситуацию. Если вы хотите мое мнение, на Донбассе в феврале месяце произошла большая Врадьевка. Когда люди вышли, они точно так же, как на Майдане здесь, они уже не могли жить по старым законам. Когда одна группировка в одной области, вторая группировка во второй области, начиная с 1998 года, полностью монополизировали все. Политику, прокуратуру, суды, власть, деньги, бизнес. Этим бедным людям ничего не оставалось, как только за 150 гривен голосовать за партию региона. И результат тотальной монополизации мы сегодня видим. Сегодня следующая ситуация. Алексей, простите, у нас военный корреспондент есть. Я к вам вернусь, мы договорим с вами. Что происходит в зоне конфликта? За этим целый день следят наши корреспонденты. И вот только что мне сказали, что на связи появился Вениамин Трубачев. Он в Донецкой области. Вениамин, да, я так думаю, ты меня слышишь. Скажи, накануне силовики много предупреждали о возможности провокаций. Было сегодня что-то? Ну, как таковых провокаций, к счастью, не было. Но вот сегодня вблизи Мариуполя на одном из блокпостов произошел теракт. Это, пожалуй, главная новость из зоны боевых действий сегодня. Утром военные остановили автомобиль для проверки. И во время осмотра произошел взрыв. Так вот, по версии следователей, это был дистанционный взрыв радиоуправляемого заряда. Вот в результате два украинских военных погибли. Еще один получил ранение. Водитель этого автомобиля остался жив. Он сейчас находится в больнице и дает показания. Что касается непосредственно уже боевых действий, и самая сложная обстановка сейчас в Уганской области, в частности, вблизи села Крымское. Боевики обстреляли позиции украинских войск из минометов и градов. Также были атакованы блокпосты в районе населенного пункта Чернухина. Там боевики подошли уже настолько близко, что даже применяли стрелковое оружие. Украинские военные вынуждены были, в свою очередь, стрелять в ответ. Работают по системе. Сначала работает град, потом работают минометы. Ну, это постоянно. Сказать, что сегодня больше, а вчера меньше, это нереально. А часто вот со стрелкового оружия? Да, подходят близко. Стреляют со стрелкового оружия. В основном обстрелы идут где-то так вот под утро, так сказать. В часику 5-6 утра. Вот так вот. Ну, а так все более-менее. А из чего стреляют? В основном миномет. А вот в Донецком аэропорту сегодня было непривычно тихо. Боевики практически не обстреливали позиции украинской армии. В то же время жители самого Донецка говорят, что в город заехала большая колонна российской военной техники. В том числе есть и установки град. Также, по словам очевидцев, в районе Горловки приехала колонна танков. И вот в целом украинские разведчики фиксируют, что боевики сейчас наращивают силы. Я просто, чтобы видеть, скажу. С той стороны, блядь, иде регулярно подкрепление, где-то с той стороны России. Гради, танки, чеченцы, они просто делают окружение. Они, наверное, хотят забрать Дебальцева, хотят забрать это все и хотят выравнивать какую-то там что-то. Но мы их не пустим. Это 100%. У нас есть боевый дух. 100% есть. Самые актуальные вопросы у военных сейчас это обеспечение и ротация. Многие уже по полгода находятся на передовой без отпуска и живут солдаты в большинстве своем, конечно, в нечеловеческих условиях. Например, разведчики показали мне, где они отдыхают. Это ангар с бетонным полом, где все продувается ветром, нет отопления, даже буржуек там нет у них. А сейчас вот по ночам в Донецкой области уже заморозки серьезные. Ничего никто нам не дает. Волонтеры, вот мне вчера привезли волонтеры. Это мне вчера привезли волонтеры. Вот это себе сам достал. Что еще? Что мне дала украинская армия? Ну что вам показать? А, сейчас, секунду. Это что мне дала наша украинская армия? Вот. Единственное, что мне дала наша украинская армия. Что мне одеты, что мне обуты, я все все покупал сам. Есть, конечно, и хорошие новости. Террористы освободили 25 украинских военных в обмен на столько же боевиков. Их пособников вернулись на оккупированные территории. Вот вышли на свободу бойцы, попавшие в плен под Иловайском. 70 дней они находились в руках террористов. И вот украинские переговорщики говорят, что это был один из самых сложных обменов, потому что боевики постоянно меняли списки, фамилии, а также вот они до сих пор отказываются освобождать бойцов добровольческих батальонов и офицеров. Спасибо, Вениамин Трубачев был с нами в моей связи. Я вернусь к гостям. Единственная просьба, вот смотрите, я здесь на стороне зрителей. Что, в чем наши зрители хотят разобраться? Что сейчас происходит и что это означает для Украины? Потеряем ли мы Донбасс? Вы видели те очереди, которые есть сегодня? Неужели все так рвутся голосовать? Вы были в этом городе мэром, вы должны понимать. Олег, неужели все так рвутся голосовать или выгнали, заставили? Олексій был там мером, а моя родня по маме вся из Луганщины. И мои родители, в том числе и в оккупованном Луганске живут. Олексій, я с ним згоден, он правильно говорит, что с 1994 года отдали Донбасс на разтерзание банди и партии регионов. И сегодня мы пожинаем наследки цієї политики. Так же, как и оставили Крым на позволящее. 23 года никто ничего в Крыму не делал. Что дальше? Что дальше? Далее только бороться. Есть два варианта. Я еду, читаю Facebook, социальные мережи, все кажут, что надо отмолиться, надо ехать, куда они хотят. Они голосуют за гречку, за картофель, а нехать ехать. Я нашим глядачам хочу сказать, вырвите сердце свое, вырвите, вырвите себе руку, голову, ногу. Кто-то вырвите от вас? Боротися. Идем шляху, чем боротись, нет. Я вам наведу три короткие истории. Три молодых парня. Максим Клокун, 24 лет, житель Киева. Боец батальону Шахтарск. Вырвало ногу под Иловайском. Олексій Цапенко, 22-річний молодший лейтенант, національна гвардія з Миколаєва. Окупанти розстріляли, він не ходив, в него паралізований позвоночник. Юрій Весельський, десантик із Житомира, 20 років хлопцю, ногу відірвало. Теж же російські окупанти. От я з ними з усіма зустрічався. Коли я їх питаю, пацани, у вас немає ноги, ти не ходиш ногами, у тебе позвоночник перебитий, що робити? Усі як один кажуть, боротися, боротися. Якщо я для вас не авторитет, я хочу вам задати слова Вінстона Черчилля, прем'єр-міністра Британії, коли йому Гітлер запропонував, боротися і ніколи не здаватися. Ніколи, ніколи не здаватися. Олег, у нас є історія, яку знімав мій колега. Він знаходиться зараз в Луганскі. Він по нашому редакційному заданню участвував в цих виборах, навіть проголосував, знімав все на мобільний телефон. Ми не можемо показати його лиця по понятним причинам, ми не можемо назвати його фамилию. Ну, вот то, що він видів своїми глазами. Давайте посмотрим вместе і розберемся. Я нахожусь напротив 60-ї школи в городі Луганскі, де сьогодні 2-го числа пройдуть вибори Луганської народної республіки. Плотницький зараз руководить этим всем делом. Хоч в курс дела війшов. Ну, це потім, сьогодні переделається, якщо неугодний буде. Ну, це дають, щоб 50% виїхали безплатно, а 50% що там ще. А потім, коли в больницю, щоб взяли там. Денпло, Плотницький, всі остальні конкурентів повдирали. І ще якісь дві шалки, нікому неизвестні. Дівка якась, мініст, чого-то там. А, аеропетян. Чого, правильно. Да, і ще какой-то мужик, не знаю, вся буває. Ну, разве можна так над людьми здіватися, а? Можна. Організація не дуже, оказывається. Видите, що? Раньше, видите, скільки було, все вміщались. Ну, нельзя ж так іде. Ось більше, але быстро проходит. Ну, як сказати. Люди быстро окружаться. Ага. А ви довго стояли чи не голосували? Лет с восьми утра. Я пораніше прийшла, вже отголосувала. Уже. Так що. Карточки дають соціальні. А що за карточки? А там скидка, і по проїзду 50%, і там все. Також хотілося б показати вам ту саму карту, которую хочуть получить избиратели на избирательних участках сегодня. По сути, она представляє из себе порядковий номер, который записывається в избирательний протокол напротив вашей фамилии. І с помощью этой карты у пенсіонерів появляється возможность получить пенсії, також у гражданів появляється возможность получить некоторые льготы і скидки на групу продуктів первої необхідності і на проїзд в общественному транспорту. Видите, на одному із них даже нету печати, которая би свидетельствовала о його подлинністі. Що, в принципі, говорить о качестві проведення выборов? Ну, вот такая ситуація. Даже вот эту соціальну карту. То есть, я наскільки понимаю, люди більше за карточками шли, чем проголосовать? Ну, люди живуть в мире іллюзій. Ещё раз повторяю. Они с 94-го года жили в одних іллюзій, і зараз вони будуть в определенному часу жити в мире вторих іллюзій. Вони считають, що їх зараз накормить Росія, вони їх будуть поїть, кормити, обувати, одевати. Росія використовує сьогодні цю ситуацію, слабості в Україні, в частності на Донбасі, тільки для рішення своїх личних проблем. Владимир Владимирович, він просто воспользовався подступно, да, воспользовався цей ситуацією, слабості на сьогоднішній день. Донбас був і є, останеться українським. Другой вопрос, для того, щоб понять, що його в очередной раз обманули, для цього їм придеться в очередной раз пройти через те, що вони пройдули до цього. Без роботи, без зарплаты, без никакого транспорта, никакого здравоохранення там просто априори бути не може. Тому що це невозможно організувати на такій большой территорії. От людей вже повістками, я бачив сьогодні в інтернеті повістки, закликають в армію. У нас є в студії Маркейян Лубківський, він, по-моєму, принес ці повістки, він ждет времени, щоб зайти. Олег, ми закінчимо з вами і поговоримо об этом. Будь ласка, так. А якщо, до речі, дозвольте, закінчу все-таки. А якщо відмовляється, то написано, що відповідно до закону Російської Федерації будете притягнуті до відповідальності. Олеже, нам треба закінчувати буквально 30 секунд. Ви передбачаєте, що Україні доведеться з ними сісти за стол переговорів після того, як їх, напевно, Росія визнає? Ні, звичайно, ми повинні вести перемовини. Але з ким? Перемовини вести з Росією? Ті, хто сьогодні на Донбасі, це маніпулятори, ними маніпулюють. Це шестерки російські. Всі питання вирішуються в Кремлі. Але я кажу, що якщо ми не будемо боротися, якщо ми не захищатимемо свою землю, Донбас перетвориться на Придністров'я, на Абхазію. Ми отримаємо заморожений конфлікт на десятки років вперед. І чим далі, тим важче його буде розв'язати. Бо вони нарощують військові сили, військові можливості. Більше того, вони планують піти в наступ. І це не є таємницей ні для розвідки, ні для керівництва Збройних сил України. Ну, ви знаєте, ми просто зараз про це поговоримо з представником СБУ. Дякую, що були в студії. Гості, які під'їхали, приходіть, пожалуйста. Ми готові будемо з вами поговорити.